режем слона или как говорится едим слона по частям анализируя список дел выберите из них самое большое как мы с вами в предыдущем занятии это собственно игорева и сделали любое крупное дело страшно в том моменте когда мы не знаем как к нему к нему подступиться но если мы будем использовать принцип одно большое дело три составляющих каждая из этих составляющих можно тоже разделить на три составляющих получается 9 и каждый из этих 9 мы состоим умножим им на три составляющих то мы получим 27 итак возьмите задачу и представьте что она состоит из трех составляющих дело 1 это самое большое дело дело 1 2 и 3 это первые три составляющих достаточно легко сделать потом каждый из этих под задач давайте разделим еще на три под задачи дело 1 делится на три дела а следующее дело делится у дела 3 ну что же смотрите выберем и делим на 3 а потом еще делим на 3 и у нас получается очень просто 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 и интересно зачем мы это делаем когда ты видишь очень большое объемное дело которое надо сделать порой она пугает только одними своими размерами иногда бывает просто страшно за него браться столько предстоит сделать и непонятно с чего начать но если вы воспользуетесь этой простой технологии деления все на множество мелких дел то вы можете себе сказать хорошо завтра мне нужно сделать первый шаг к маленькому к большому слону и я возьму одно маленькое дело и сделаю его поэтому нужно есть слона по частям то есть чем тоньше мы его нарезаете в разумных пределах тем быстрее и проще вам будет двигаться вперед большие дела давят на психику людям свойственно отодвигать выполнение крупных дел потому что они кажутся страшными а страшные мы всегда откладываем на потом и мы говорим себе нет я это сделаю завтра или на прошлой неделе или на следующий даже если на самом деле можно и нужно сделать это сейчас но когда мы видим перед собой мелкие дела мы думаем это несложно это я сделаю переводим их в разряд быстрых дел и и и и и